Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Ну для того, чтобы начать разговор, наверное, я чуть-чуть скажу о себе и потом, может быть, пойдем по вопросам, на которые я готов бы ответить. Я родился в 68-м году в городе Агрыз. Я закончил школу, кстати, я учился в одном классе, ходил в один садик с Эльдаром Шаркадычем Халиковым. То есть он тоже родился в городе Агрыз. Мы вместе с ним пошли в садик, в ясли, в садик. И даже могу сказать, ради того, чтобы немножко посмеяться. Я двойняшка. То есть моя сестра, она тоже журналист. И она работает в городе Набережные Челны. И когда мы вместе были в садике, в том числе с Эльдаром Шавкатовичем, потом мы пошли в школу. Так вот, Эльдар Шавкатович был с самого начала председатель дружины, председатель звездочки и так далее, и так далее. Моя сестра была тоже всевозможным председателем. А вот из-за меня маму вызывали постоянно в школу. Постоянно. А для мамы это была огромная трагедия, потому что город очень маленький. И Агрыз и сегодня тоже маленький город. Три школы всего лишь. И мама была очень известным врачом в городе, а папа был директором школы. И вот меня вызывали там. То мы стекло разобьем, то пожар устроим и так далее, и так далее. Вот такая интересная история. После окончания школы я поступил в Казанский государственный медицинский институт. Тогда было время такое, что нас призывали в армию. Очень многие, кто не ходил в армию. И может быть были на то причины. Но мы решили принципиально пойти в армию. После армии продолжил учебу. Я закончил медицинский институт с отличием. И во время учебы был активным строитрядовцем. Я пять раз ездил. Был такой знаменитый отряд в КАИ. По-моему, он сегодня даже сохранен. БКД КАИ Север. Который ездил вместе. Чисто мужской отряд. Который ездил с чисто женским отрядом из Томска в Сибирь, в Тайгу. И три месяца такой активной строитрядовской жизни. Затем я начал работать хирургом в Республиканской клинической больнице. И, в общем, далее я принимал участие в определенном конкурсе. Который, в общем-то, представлял возможность представить реформу здравоохранения. Каким-то образом, чтобы оно было эффективнее. Благодаря победе в этом конкурсе я проходил стажировку в Соединенных Штатах Америки. Там почти больше, чем месяц. Затем меня Ильсу Рейсович пригласил работать в город. Затем Ментимир Шарипович и Рустам Маргаревич пригласили в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Семь лет почти я был министром здравоохранения. А затем Вероника Игоревна пригласила в Москву. Я работал с ней вместе почти год в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Заместителем министра. А затем Антон Германов пригласил уже в Минфин. Два с половиной года в Минфине. Я курировал всю социальную сферу образования, здравоохранения, культура, спорт. В том числе Олимпийские игры в Сочи. И потом принял участие в выборах. И сегодня я являюсь депутатом Государственной Думы. На самом деле, на мой взгляд, история показывает, и всегда надо чему-то учиться и извлекать какие-то уроки. На мой взгляд, очень важно, особенно сейчас, это уже в качестве совета и вам, в том числе, уметь адаптироваться к ситуации. Уметь адаптироваться и менять направления, в которых вы работаете. То есть я всю жизнь работал и учился на врача, на медицину, но потом стал управлять здравоохранением, а потом вообще ушел в финансовую сферу. Сегодня я работаю в законодательной сфере. Может сложиться впечатление, почему, скажем так, может быть, в законодательной сфере было бы лучше, если бы работали профессиональные юристы, люди, которые действительно профессионально изучают гражданский кодекс, налоговый кодекс, конституцию и так далее, и так далее. Но вместе с тем, вот тот объем и опыт полученных знаний, тот опыт, который есть, мне позволяет реализовать проекты, интересные проекты, в общем-то, изменить все, что есть вокруг. Друзья, я все в целом рассказал очень коротко, я готов ответить на вопросы. Давайте поговорим. На самом деле, вчера, примерно в это же время, я встречался с так называемым проектом «Политзавод». Кстати, если кому-то интересно, обратите на него внимание, он очень интересен. Было примерно 80 человек вашего возраста, может быть, чуть постарше, кто уже закончил институт и начал свой бизнес, поступил в другой институт, который объединяет людей, которые хотят как-то изменить жизнь, проверить свои лидерские качества. Ну, самое главное — реализовать себя в чем-то. И было колоссальное количество вопросов, я на самом деле вышел оттуда, меня аж вот так вот мотало, и мы обсудили все, начиная от татарского языка, заканчивая… Заканчивая, ну вот я сегодня в фейсбуке написал «Бирюзовая организация». То есть это форма управления, когда нет начальника, когда нет менеджмента, в нашем понимании, ведь мы говорили, эффективное управление — это планировать и контролировать. Менеджер должен эффективно планировать, должен контролировать. А «Бирюзовая организация», «Бирюзовый бизнес» — это что-то из будущего. Это организации, где все равны, где каждый работает ровно столько, сколько он хочет. Это некий такой фриланс, но именно это дает конкурентные преимущества в виде внедрения инновационных идей. Именно это позволяет конкурировать в жесткой конкуренции. И такие виды организации сегодня, в общем, все больше и больше развиваются. Такая дискуссионная тема, особенно в нашем сейчас понимании в России, но в целом целый ряд очень известных компаний внедряют именно это, в том числе Google. И, в общем, даже Герман Оскарович Греф считает, что это надо испытать на отдельных департаментах. Он это испытывает и проверяет эффективность. Говорит, что эффективно. Друзья, давайте ваши вопросы. Давайте пока сейчас даром созревать, потому что пытаются понять. Вы, во-первых, упомянули про соцсети, про Facebook в частности. Тут соцсети все имеют. Кто-то в контакте сидит, кто-то там по соседству. Вот традиционная мысль о том, что представители власти, тем более депутаты Государственной Думы, не очень открыты. Вот движение в соцсети у вас в связи с чем произошло? Желание самовыразиться. Желание пополнить свой круг друзей, профессиональный круг друзей. Приказ сверху, как сейчас иногда пишут политологи, что поступает команда быть ближе к народу. Что для вас в социальной сети, в них присутствие, жизнь в них? Спасибо за вопрос, очень хороший. Рекомендация сверху, если коротко отвечать. И огромное сожаление, что раньше я к этому не имел доступа. На самом деле, только-только год исполнился моего участия в Фейсбуке. Вот ровно год, и он стал присылать. Вы познакомились год назад с этим, с этим, с этим, с этим. Мой опыт в ВКонтакте, я думаю, месяца три. Мой опыт в Инстаграме, вот или 40, или 44 снимка. Я в августе поднялся на Эльбрус, и вот сделал первый снимок, и после этого пошло-поехало. Вот мой опыт такой. Но все началось с рекомендации, что вам надо бы, вы человек избранный. На самом деле, сам, наверное, вы знаете, какая-то определенная скромность, скажем так. И еще такой шлейф, очень долго работаю в исполнительной власти, когда, в общем, всегда эта работа строилась через пресс-службу и так далее, и так далее. Но когда я получил реальную информацию, общение, позиции, интересные мнения других людей, и потом понял в том, что не так-то просто думать, высказывать свою точку зрения, как писать, на самом деле. Когда начинаешь писать, ты понимаешь, что это все не очень просто. И тогда я понял, что, конечно же, я упустил достаточно много времени, и очень, скажем, полезный ресурс, который как-то я не замечал. Так что, вот так. Спасибо. Добрый вечер, уже Эрет Закич. Такой вопрос. Меня зовут Кристина. Вы уже упомянули, что вчера встречались с участником проекта «Политзавод». Учитывая, что у нас молодежная аудитория, все-таки хотелось бы у вас поинтересоваться. Сейчас в Татарстане достаточно много проектов, кроме «Политзавод». Кадровый резерв, Верх и многие другие, которые позиционируются как социальные лифты. Вот, на ваш взгляд, выхлоп от этих проектов достаточен ли, и действительно ли они служат таким социальным лифтом, и достаточно ли в Республике каких-то вот проектов, возможностей для реализации молодежи? Кристина, спасибо. Во-первых, я прекрасно вас помню, как потрясающего журналиста. Много работали мы с вами вместе еще, когда я здесь в Республике был. Я, насколько понимаю, вы сейчас работаете и в том числе и здесь, и преподаете? Или учитесь? Пресс-центр КФУ. Да, ну здорово. Здорово. Пресс-центру везет. Пресс-центру везет. Я смотрю, столько знакомых и сильных людей здесь работает. Хороший вопрос. Вы знаете, вот, на мой взгляд, ведь мы все оцениваем, но почему так происходит? Мы сильная страна с потрясающими университетами. Мы самые первые полетели в космос, запустили спутник, выпустили тракторов, комбайнов там и так далее, и так далее. Но почему сегодня такая большая разница в уровне жизни между развитыми странами и у нас? И в целом, почему очень большое количество людей, скажем, в какой-то степени недовольны? Недовольны той жизнью, высказывают вопросы к действующей власти. Вот, на мой взгляд, одним из важнейших моментов, которые есть на сегодняшний день, которые необходимо учитывать. Это огромный, это достаточно большой уровень недоверия. Особо, на мой взгляд, плохо, когда вот этот высокий уровень недоверия к власти, в целом к изменениям среди молодежи. И что в этой ситуации, казалось бы, делать? Вот, на мой взгляд, очень важно, когда мы пытаемся через такие проекты, подобные проекты, молодежь вовлекать. Потому что из своей медицинской практики могу сказать о том, что если очень долго говорить о чем-то, то к этому привыкаешь. Если очень долго испытывать какую-то симптоматику, она становится хронической. Очень долгое недоверие, к сожалению, может привести к тому, что с этим уже ничего невозможно сделать. Вот такие проекты, которые обеспечивают социальные лифты, а мы должны поддерживать такие проекты. Или лифты реально должны существовать. Они позволяют выделять наиболее лидерские группы. Они позволяют реализовывать конкретные проекты. И они позволяют получать удовольствие от этого общения, от работы. Ну и реально менять мир. Я могу привести конкретный пример. Одним из победителей политзавода прежнего стала девушка из Ознакаева. Которая, в общем, она достаточно активную жизненную позицию имеет. Она внесла идею по проекту федерального закона, который реально меняет ситуацию, скажем, в условиях закупок. Эту идею мы оформили в виде закона, который поддержала партия Единая Россия, экспертное сообщество. И он находится сейчас на рассмотрении в Государственной Думе. Я предложил ей быть моим помощником общественным, неофициальным. Она согласилась. И я абсолютно уверен, что у нее прекрасное будущее. Главное, чтобы она развивалась и дальше. То есть это очень важно. Это очень важно. И это позволяет преодолеть, вот, в целом, ну, на мой взгляд, одна из важнейших проблем, вот, которые сегодня есть, недоверие. И найти в себе силы, найти какой-то ресурс для того, чтобы можно было бы себя реализовать. На мой взгляд, это очень и очень полезно. Особенно, вот, вы знаете, мир очень быстро меняется. Мы просто даже не представляем, как мы быстро окажемся совершенно в других условиях. И как важно нам научить наших знакомых, близких адаптироваться. И как важно нам самим быть готовым к этим очень быстрым изменениям. Еще тогда два небольших вопроса попросил вас прокомментировать. Вот, последние, так скажем, такие горячие новости в плане разрешения языкового вопроса и в плане новых мер по повышению рождаемости. Как вот вы восприняли сегодняшние события и вчерашние заявления Путина? Ну, вы знаете, в плане новых мер по рождаемости, как политик, как все, что связано с человеческим капиталом, качественное образование, здравоохранение, возможность работать, возможность получать заработную плату. Как бы это высоко не звучало, для нашей важной страны это чрезвычайно важно. Мы, ну, экономика нашей страны фактически не росла достаточно долго. Сейчас мы будем расти на полтора-два процента. Конечно же, это абсолютно недостаточно, потому что мы должны иметь значительно больший рост, чтобы более быстро повышать заработную плату, повышать пенсии, иметь дополнительные деньги на инфраструктуру, быстрее построить эту железную дорогу, там, Казань-Москва, потому что это сильно изменит нашу жизнь. Мы должны жить значительно лучше, мы обязаны это делать. Мы должны намного быстрее ликвидировать вот то технологическое отставание, которое все-таки есть, и, в общем-то, кто говорит, что этого нет, но это не объективно, и мы абсолютно на это способны. И одним из факторов, который сейчас нам поможет, безусловно, это качество жизни и качество человеческого капитала. И вот все те инициативы, которые объявил президент, это, безусловно, очень важно. Ну, посмотрите, о чем он сказал. Он сказал о том, что мы должны повысить, мы должны выплачивать деньги по 10, там, 10,5 тысяч рублей семьям. Но не всем, конечно, 100%, где рождается ребенок с 2018 года, а только тем, кто находится в тяжелом положении. Это правильно, это правильно. У нас все многодетные семьи находятся в очень тяжелом положении. Он сказал о том, что мы должны продлить маткапитал. Абсолютно правильно, надо продлить, потому что мы продлили его до 2018 года. Я замечу, что в год это примерно 400 миллиардов рублей и 450 тысяч рублей, которые получает семья в случае рождения второго и последующих детей. Он сказал о том, что нужно расширить возможность выплаты материального маткапитала. Например, молодой женщине. Одна из проблем, почему семья не заводит детей, женщина не заводит детей, потому что она боится отстать от жизни. Она боится, в общем-то, погрузиться в семью и не иметь специальности и так далее. Эти деньги позволяют выплачивать няне услуги ухода, начиная со второго месяца она может продолжить обучение, она может продолжить работать. Это очень важно, особенно сейчас, когда наша страна оказалась, я не побоюсь этого слова, в катастрофической такой демографической яме. Я приведу просто цифры. Один миллион трудоспособных людей в течение 10 лет будет уходить на пенсию. Один миллион. Количество пенсионеров, людей, которые получают пенсию, будет превышать один миллион. И на самом деле это чрезвычайная ситуация для экономики и для тех задач, которые стоят перед нами. Я даже скажу так, ни одной стране мира, а любая страна оказывается в такой демографической яме, не удалось добиться существенного экономического роста, потому что просто работать некому. И вот скажем так, вы это то поколение, которое вот сейчас, безусловно, оказываетесь в такой не очень высокой конкуренции, потому что экономика растет, нам нужны трудовые ресурсы, нам нужны эффективные кадры, но при этом работать становится некому. Поэтому я думаю, что, безусловно, будут приниматься решения и в части миграционной политики, будут приниматься решения и в части каких-то других подходов. Но это очень важно, это поддержит сегодняшнюю рождаемость, сегодняшнюю демографическую проблему. Есть другая проблема, проблема финансовая, экономическая. Мы увеличиваем объем денег на выплаты, безусловно. Мы повышаем заработную плату, увеличиваем объем денег на выплаты, при этом сама по себе экономика не имеет такой еще высокой производительности труда. Поэтому, конечно же, мы должны делать своевременные реформы в экономике, для того, чтобы мы имели рост налоговой базы. Налоговая база дает бюджет, бюджет дает доходы, ну а, соответственно, хорошие доходы позволяют иметь высокие расходы. А высокие расходы – это заработные платы, пенсии, дороги, ремонты, наше образование, наука, культура и все остальное. Поэтому вот все вот так связано. Напомните только, я, наверное... Языковой вопрос еще, который... Первый вопрос языковой. Мы лишний раз убедились, насколько это больная тема, насколько это чувствительная тема для очень большого людей. И, в общем-то, для меня даже не было шоком, как быстро этот вопрос стал самым главным. И, в общем-то, на мой взгляд, такие вопросы чрезвычайно чувствительные. И, возможно, это связано с предвыборной кампанией, с очередным электоральным циклом. Я не знаю, с чем, но, к сожалению, очень, очень, очень... Этот вопрос очень тревожил всех. Но, в целом, то решение, которое сегодня есть, я считаю, что оно устраивает большинство. Раз это решение устраивает большинство, надо считать, что это решение сегодняшнего дня. И, на мой взгляд, надо преодолеть вот эти разногласия и двигаться дальше. На мой взгляд, знание татарского языка, государственного языка на нашей территории, это очевидное преимущество. Очевидное преимущество для того, чтобы вести бизнес, добиваться какого-то результата. На мой взгляд, те, кто считает, что только прежними методами можно сохранить татарский язык, это невозможно. Очень много примеров было связано с Сингапуром. Кстати, вот я дважды был там, Рустам Нургалеевич отправлял, учились мы. И мы даже встречались с Лик Ваньо. Его родной язык, малайский акцент китайского языка. И он его до своей смерти изучал вместе с репетитором, потому что, в общем-то, не знал его в совершенстве. Но при этом язык делового общения, язык, который вывел страну, и, в общем, страна добилась таких результатов, был английский. Поэтому я абсолютно уверен в том, что должно быть триязычия. Безусловно, базовый язык, безусловно, национальный язык, это государственный язык. И, безусловно, тот язык, который также важно детям давать для того, чтобы они могли расти в деловом плане. И многие вопросы были связаны с качеством преподавания. Но, на мой взгляд, сейчас уже сделали все соответствующие выводы, и качество преподавания будет меняться. Я закончил русскую школу. Я действительно профессионально не изучал татарский язык. И для меня всегда... Дома мы всегда общались на татарском языке. Мой татарский — это мои летние каникулы в деревне. При этом у меня всегда были, ну, скажем так, проблемы. Ну, проблемы, что я не знал очень литературного языка. Так, как говорит Разиль Валеев, так, как говорит Роберт Минулин. Но я не считал себя ущербным, потому что я прекрасно понимаю, я прекрасно могу говорить. Была ситуация, когда я работал министром здравоохранения, и мы с Робертом Минулиным поехали в Актаныш на сессию. Я работал второй год, и это было время национального проекта здоровья. Мы приехали на сессию, и, в общем, на сессии муниципальных депутатов, она идет на чисто татарском языке. Там потрясающий татарский язык. Они говорят прямо на татарском языке, и, в общем, заканчивается сессия, мне должны дать слово. Я про себя думаю, мучительно вспоминаю, как будет слово национальный проект здоровья по-татарски. Просто не могу вспомнить. А там потом надо было о рентгеновском оборудовании говорить, об онкологии говорить. Я просто вот, я извинил, сказал, я буду говорить на русском языке. Все нормально, выступил, сказал, и в конце Роберт Минулин сказал так. А он оттуда, с тех краев, его очень хорошо знают. Он говорит, мы должны учиться, мы должны стремиться, мы должны идти вверх, чтобы хотя бы понимать министров, которые приезжают из Казани, на каком языке они говорят, и так далее, и так далее. в таком ключе. На самом деле, безусловно, у всех должна быть возможность учить язык. У всех. Должна быть возможность учить язык. Инструменты для обучения должны быть эффективными. Выбор должен быть. Преимущество знания языка также должно быть. Однозначно. Почему, если президент Республики Татарстан может избраться, только зная татарский язык? То, конечно же, в правительстве тоже. Потому что, может обратиться человек, который говорит на татарском языке. Это его право. Это его законное право говорить на татарском языке. Он должен быть понятым. И он может позвонить на скорую помощь и вызвать скорую помощь на татарском языке. И мы должны быть готовы к этому и должны обеспечивать это право человека. Но, с другой стороны, это же преимущество. Это преимущество жизни на этой территории. Поэтому, я считаю, что решение сегодня это решение, которое устраивает большинство. Но мы должны создавать преимущество знания этого языка. Спасибо. Лес в руку, конечно. Вот, конечно, устали. Я понимаю. Тяжело устали. Но, идя за вашим выступлением, за тем, что вы говорили, сразу несколько подвопросов, если позволите, вместо зала, но в интересах зала. Вам хорошо. Мы на пенсию выйдем в 60-55 лет женщины. Вот вы говорили сейчас про деньги, про миллион пенсионеров в год прибавляется. Означает ли, что вот это поколение, например, все-таки выйдет на пенсию не раньше 72 лет? Что это реальная перспектива? Иначе экономику не спасем. И второй вопрос тоже про поколение, вот, задумавшиеся. Сразу глаза открылись у всех. Про 72 года. Все может быть. Продолжительность жизни не очень высокая в России пока. Как вы думаете, есть ли шанс, что поколение сегодня 20-летних все-таки по средней продолжительности жизни догонит тот же Сингапур, США, Германию, Израиль, Японию? Это уже как специалисты в здравоохранении. И что для этого нужно? На самом деле, это даже, ребят, на самом деле, ожидаемая продолжительность жизни женщин в Российской Федерации, она практически соответствует ожидаемой продолжительности жизни в мире. Одна из основных, ожидаемой продолжительности жизни женщин во всем мире. Она соответствует. Мы отличаемся... Вот сколько ждем, вот сколько проживут, как ожидается? Я думаю, что, ребят, ну, здесь аудитория 20 лет, правильно, да? Ну, я думаю, что вам надо настраиваться на 95 лет точно. Можно аплодировать, 95, нормально прожить. Давайте уж чего, не хотите? Да, буквально через какое-то время, это вообще даже... Через какое-то время, это даже бессмертие. Мы можем до утра говорить, вы знаете, но там спрашивается, что за жизнь с болезнью Алисгеймера. Сегодня она не лечится, а на самом деле, когда ты ничего не помнишь, не знаешь, и так далее, и так далее, и так далее. Биотехнология самая емкая на сегодняшний день направление, и мы уже... Ну, я думаю, что известно, что ритейл, медицина и финансы это одни из самых-самых востребованных направлений. По-моему, Герман Греф позавчера, что ли, об этом сказал на форуме Синергия. Но это не значит, что журналистика не будет востребована. Так что вы не радуйтесь. Я думаю, что вы наоборот очень и очень даже востребованы. Итак, в отношении ожидаемой продолжительности жизни катастрофическая проблема России, это мужчины не доживают до пенсии. Но у нас есть свои проблемы, с которыми мы должны бороться, их надо преодолевать. Но в целом по стране. Вопрос пенсии. Хороший очень вопрос. И, вы знаете, я бы хотел здесь немножко поподробнее вам сказать. Как только вы начнете работать, примерно 22% от вашей заработной платы, но не видя, вы этого не видите, ваш работодатель, где бы вы ни работали, а если вы станете индивидуальным предпринимателем и платить будете за себя, вы будете платить свои страховые износы в пенсионную систему. При этом в течение всей жизни вы будете набирать баллы и, соответственно, если бы вы завтра вышли на пенсию, то средняя ваша пенсия составила бы примерно 14 тысяч рублей. Средняя пенсия по стране на сегодняшний день 13 тысяч 200 рублей. В зависимости от вашей средней заработной платы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, пенсия является пособием к утраченному заработку, составляя, считается в мире, чтобы она должна примерно 40% от предыдущей заработной платы составлять. У нас это несколько меньше. Я уже упомянул, что мы находимся в чрезвычайно большой демографической яме. В 30-е годы, в 50-е годы на троих, четверых работающих приходилось по одному пенсионеру. Следовательно, каждый платил по 22%. Эта сумма шла, с одной стороны, на пенсию и позволяла человеку накапливать деньги, чтобы в будущем, когда он станет пенсионером, какая ситуация сегодня? По большому счету, на одного пенсионера один работающий. То есть, вы будете работать на тех, кто на пенсии, но тех, кто на пенсии будет прибавляться. Следовательно, пенсионного фонда деньги не будут хватать не только на повышение, но и на то, чтобы выплачивать. Вот на сегодняшний день ситуация следующая. Те страховые износы, которые платят работающие, только на 60% покрывают расходы пенсионного фонда на пенсии. При этом, количество пенсионеров еще больше увеличивается. Следовательно, 60% будет уменьшаться. Что делаем? Делаем так, что из федерального бюджета мы выплачиваем дополнительные деньги, дополнительные ассигнования. Что налицо? Налицо необходимость повышения сбалансированности пенсионного фонда. То есть, мы должны иметь баланс. Какие здесь варианты? Ну, каждый с бюджетом работал и знают. Уменьшить расходы. Мы не можем не увеличивать пенсию, но мы ее увеличиваем медленнее. Правильно? Второе. Уменьшить количество пенсионеров. Ну, каким образом? Уменьшить, увеличить возраст. То есть, чем больше, чем позже люди выходят на пенсию, тем становится меньше людей, которые получают эту пенсию. Как правило, все страны этим путем уйдут. Например, в Германии сегодня женщины выходят на пенсию в 70 лет и больше. у нас пока в 55. Это крайне негативно воспринимается в целом в нашем обществе. И второе, ну, тем не менее, об этой проблеме надо говорить. И второе, надо признать, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране действительно не так высока, как в других странах. Но вместе с тем она увеличилась. Она увеличилась, особенно за последние пять лет, существенно. Поэтому я абсолютно уверен в том, что нам эту проблему решать. И вот когда сейчас многие экономисты говорят о том, что мы не будем расти выше структурных, не сделав структурных реформ, мы не будем расти, не изменив структурно нашу экономику, не построив новую экономику. Так вот, один из необходимых этапов новой экономики это пенсионная реформа тоже. И она во многом она еще и нужна для того, чтобы когда вы дойдете до своей пенсии, я подтверждаю, я абсолютно уверен, что на пенсию вы выйдете не в 55 лет, это очевидно, а значительно старше, но и не в 72, мне так кажется, такого большого шага вряд ли будет, то ваша пенсия должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить качественную, хорошую вашу жизнь. Это чрезвычайно важно, это очень и очень важно. Ну и еще вопрос, да? Немножко, чтобы разбавить обстановочку. Она такая напряженная? Ну она такая немножко. Почему, скажите? Ну, наверное, вопросы про пенсию не очень интересует такое в таком возрасте. Это зря. Всем кажется, что еще запомните, это зря. Это очень даже зря. Об этом надо думать. Ну, тем не менее. Вы уже сказали, что поднялись на вершину Эльбруса. И такой вопрос немножко, как к бывшему министру здравоохранения. Может быть, вы дадите для молодежи условно пять ключевых советов, как, дожив до такого возраста, выглядеть так отлично, быть в такой форме, чтобы суметь подняться на вершину Эльбруса? Ну, тогда, тогда для чистоты отношений надо всегда себя чувствовать молодым. Это первое. Ну, нет, я, вы знаете, я всегда говорю, видеть цель, верить в себя и не бояться препятствий. Но это очень важно. Вот это правда. Может быть, это как-то звучит, но я считаю, что нам сейчас значительно тяжелее, потому что и вам особенно мир чрезвычайно быстро меняется. Процессы, которые шли веками, они становятся буквально в годы. И, с одной стороны, это дополнительные возможности, но, с другой стороны, еще и много рисков. Поэтому такое общее качество – это адаптивность, развивать в себе адаптивность, адаптироваться к ситуации. Такое качество всегда учиться. Ну, вот я вам говорил о том, что я учился на врача, хорошо оперировал, потом стал управлять, потом работал в финансах, сейчас занимаюсь законотворчеством. Надо всегда учиться, только это. Ну, и, конечно же, очень важно работать в команде. Работать в команде – это чрезвычайно важно. Это качество, которое надо развивать. Вот, я бы так посоветовал. Вот, ну, говорит, надо разбавлять, да? Скоро будем сворачиваться, поэтому хочется еще вот что-то успеть. Раз советы пошли, пять советов туда, десять сюда. Топы вообще все мы очень любим. Вот смотрите, опять про Минздрав, простите нас. Значит, Минздрав все время запрещает. Курить запрещает, пить запрещает, электронные запрещают, сигареты, эти кальяны запрещают, ну, наркотики, боже упаси, тем более. Все понятно. Что вот он рекомендует? Что бы вы сказали? Вот эти, как они называют, энергетики, вот, например, молодые люди очень любят пить. Это Минздрав как приветствует или нет? С вашей точки зрения, для здоровья, что все-таки полезно, чтобы, а, не спать, б, быть бодрым, вести активный образ жизни, радоваться от этой жизни еще потом, да? и 95 лет протянуть. Такой очень философский, конечно, вопрос. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы... Например, пейте молоко, там, каждое утро горячее, Вы знаете, вот, например, Елена Малышева говорит, что молоко очень вредно, я даже в какой-то степени, хотя сам люблю, говорят, что сегодня вот все-таки молока очень много, в общем, достаточно тяжелый это продукт для нас. Ну, на мой взгляд, сегодня надо, сегодня надо выглядеть хорошо, сегодня есть для этого все возможности, поэтому надо избегать лишних калорий. В отношении привычек, ну, кто-то говорит вредный, кто-то говорит невредный, ну, как бы, ну, эти привычки, о которых мы знаем, ну, они сокращают жизнь, к сожалению, ну, реально они сокращают жизнь, и это уже, как бы, доказано, и не спорить, не спорить с этим. Спорт, сегодня это круто и модно. Посмотрите, Москва, я в шоке, честно сказать, очень много моих друзей, ну, и, по-моему, Казань тоже не исключение, все вдруг стали айронменами, это, ну, по-моему, это тоже вредно, по-моему, это тоже просто, ну, как бы, такое увлечение, оно пройдет, но спорт в целом, постоянные занятия, бег и так далее, это очень здорово. очень здорово себя реализовать, я думаю, что это мотивирует окружающих, мотивирует себя, и реализовать во всем, и не надо расстраиваться, что что-то не получается с первого раза, надо идти к этой цели, и она однозначно придет. на мой взгляд, на сегодняшний день, достаточно комфортно складывается жизнь, ну, вот есть такое понятие, на любой кошелек, главное себя реализовать, и не важно, что у тебя нет какой-то крутой машины, там, или еще что-то, или еще что-то, главное себя реализовать, вот, именно в своих, в своем окружении, в своем проекте, и какой-то успех, каждый ведь по-разному чувствует этот успех, он, безусловно, придет, поэтому, ну, те, кто курит кальян, ну, на самом деле, я считаю, что это неправильно и не нужно, тем более, что через него туберкулез передается, ну, тем не менее, тем не менее, ну, как вот, вы знаете, мы очень долго говорили, нельзя, нельзя, не делайте этого, нельзя, нельзя, ну, вы знаете, пока человек сам это не поймет, это, это сложно, вот, но, я одно могу сказать, мир, в котором мы сейчас живем, чрезвычайно изменчивый, но, чрезвычайно потрясающе интересный, очень интересный, профессия, в которой вы работаете, она просто, ну, такой коммуникатор, такой на пике всего, и мне кажется, она, она тоже будет искать некое воплощение, ведь раньше все-таки это в большинстве было связано, ну, телевидение, печать, это такой некий шаблон стандарту, который 100 лет, наверное, там, 50 лет, кто знает, через три года, какая ваша профессия будет, да, никто не может сказать, зато, это же, с другой стороны, не риски, это возможности, вы в равных условиях, по сравнению с этим, мастодонтами, такими, как вот, правильно же, да, в равных, таких условиях для конкуренции, и так далее, и так далее, для вас это важно очень, мне кажется, вообще, жизнь, она этим сейчас очень интересна, я знаю, кто-то из вас думает, хорошо вам рассуждать, вам не надо сейчас бежать, мне надо идти там работать, подработать, потому что завтра надо что-то поесть, там, послезавтра нужна квартира, там, семья, вот, думаю, эти трудности, они как раз основа успеха, если этого не будет, невозможно быть конкурентом, через это надо пройти, и все преодолевать, с улыбкой, и с друзьями, поверьте, это очень важно, это очень важно. Ну, это почти пожелание прозвучало, только аплодисменты, что-то не услышал. Субтитры создавал DimaTorzok